Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмельева. Сегодня мы говорим о психологической подготовке семьи к рождению ребёнка. Я пригласила раскрыть эту тему Марии Ручкину, перинатального психолога. Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить в микрофон, поэтому настраивайтесь сразу же. Самый первый вопрос. В каком возрасте взрослый человек чаще всего готов психологически взять на себя ответственность за рождение ребёнка? Как вам кажется? Конечно, это всё индивидуально. Когда взрослый человек в 20 лет готов, иногда он дозревает только к 40. Это, конечно, всё очень индивидуально. И зависит от чего, как вам кажется? Это зависит, во-первых, когда искренне уже пара готова дать новую жизнь, заботиться. И, конечно, это момент ответственности, когда пара несёт ответственность за себя и несёт ответственность за будущего малыша. Вот бывает ли такое, что родители приходят и говорят, да, всё уже общество нам говорит, мы должны стать родителями. Да, но вот психологически чувствуем, что к этому событию совсем не готовы. Я, конечно, таким парам очень советую дождаться того момента, когда готов к этому мужчина. То есть когда мужчина готов, то есть я встречала мужчину, он в 20, уже на самом деле готов стать отцом. Кто-то достигает в 30, в 40 лет. И когда мужчина готов, это паре очень помогает. Женщине в этот момент проще. То есть даже женщина, если абсолютно не готова к материнству, она беременеет, у неё меняется гормональный фон. И вот эти 9 месяцев, пока она ходит в беременность, вынашивается малыша, у неё очень меняется физиология, психология. И за эти 9 месяцев она может подготовиться к материнству. Конечно, мужчине за 9 месяцев иногда не хватает. Не хватает этого периода, да? Да. А какие качества необходимы для осознанного родительства? Вы как-то проговариваете это с семейными парами? Осознанного родительства. Ну вообще вот в моём понимании тема осознанного родительства, она более продуктивна, мне так по крайней мере кажется. То есть человек осознанно понимает, что он будет родителем, да, и готов на себя взять и ответственность, готов к этому с точки зрения, как бы, со всех сфер, да. Я понимаю, что будет совсем другой режим семьи, там, да, режим работы, может быть, там, да. Какие-то моменты, которые связаны, там, что если раньше у меня было время для отдыха, для какого-то своего хобби, то, может быть, на какое-то время я даже готов всего от этого отказаться, да, там, во благо этого сложного периода, когда появился малыш. Это, когда это происходит осознанно, то родители, как мне кажется, ну, люди, да, личности, они это не воспринимают как некую ситуацию, да, из ряда невыходящую, что это такое, как вообще, почему наша жизнь так сильно изменилась, да. Да, мы же изначально к этому шли, мы к этому готовились, мы знаем, что с этим можно справиться, это нам по силам, а потом еще и из этой ситуации можно получить массу удовольствия. Вот я, конечно, мой опыт, я смотрю когда на пар, вижу, если пара счастливы до момента беременности ребенка, то есть они счастливы, у них хорошее отношение, у них любовь, доверие, и в такую пару ребенок приходит очень гармонично и естественно. Естественно приходит беременность, роды, и когда, например, пара, у них есть какие-то сложности, и они, например, очень часто есть такой миф, что, ну, вот что-то у нас не то, наверное, нам надо завести малыша, ну, как вот, по примеру, завести котеночка, и вот в таких парах, к ней встречаются сложности, потому что рождение ребенка нельзя сказать, что рождение ребенка корректирует какие-то сложности в отношениях. Вот, мол, того, когда была на последней конференции вызова современного общества, на психологической конференции, там откровенно рассказывали о том, что появление ребенка – это, на самом деле, кризис для семейной пары, даже для любящей и очень-очень крепкой, да. Мало того, появление детей даже стояло в разделе «что убивает отношения», да, ну, так, может быть, грубо это звучит, но специалисты признают, что да, и появление ребенка может стать вообще точкой в отношениях любящих людей. Ну, на самом деле, если взять статистику, процентов 80-90 всех разводов попадают именно на после рождения ребенка, неважно, первого, второго или третьего. И после рождения ребенка пара переходит на новый уровень, то есть у них становятся более близкие отношения, у них, они становятся как бы крепче. Или, соответственно, этот кризис… Не становятся крепче. Да, они приходят к разводу. С этим, конечно, я соглашусь. То есть, когда приходит малыш, и женщина, и мужчина, у них появляется еще целый спектр функций, которым им очень важно научиться. Мало того, по последним исследованиям, наше современное поколение сейчас рожает детей уже не в таком юном возрасте. Если, например, раньше наши с вами родители, легко вступая в отношения рожали детей 18-24 года, то сейчас все больше и больше семейных пар или несемейных пар, но люди принимают решение рожать после 24-х и плюсов. Причем наблюдаются, когда я читала исследования, написано, что тенденция будет следующая. Люди все дольше будут откладывать появление наследников. То есть, следовательно, мы уже ожидаем, что все чаще будут люди рожать после 30-ти лет. И кто-то критикует эту тенденцию, кто-то говорит правильно, но, тем не менее, это факт, который мы с вами должны признать. Как вы думаете, это как-то повлияет на моменты осознанного родительства? То есть, люди будут уже, вступая в отношения, рожать детей, и уже будут меньше возможности того, что они не справились с той или иной ситуацией, не справились с тем или иным кризисом и все-таки не распались, а остались как семья, которая способна воспитать полноценную, зрелую личность из своих детей уже? Ну, конечно, про возраст я бы сказала, что это индивидуально. У меня, например, в практике встречаются беременные, которые в 20 лет настолько зрелые и мудрые, а иногда в 40 понимают, что человек, ну, прям пробуксовка у него происходит. Ну, конечно, если взять, что беременность наступает в 25, в 30 лет, конечно, в чем-то есть плюс. В том, что более осознанно к этому подходят, то есть уже какие-то такие вещи, здоровое питание, физическая активность, это уже люди в 30 лет понимают. То есть в 25 это, в 20 нужно еще как-то объяснять, как, например, важно беременным просто пить чистую воду. Тогда что мы с вами наблюдаем? Смотрите, например, человек, родивший в 20, ну, женщина, родившая, например, в 18-20 лет, она еще не имеющая какой-то жизненный опыт, но интуитивно готова стать там мамой. Здесь какие-то особые рекомендации? Или вы сопровождаете женщин независимо от возраста, и у нас есть стандартные подходы, да, как подготовить семейную пару к рождению ребенка? Да, конечно, я готовлю пару вне зависимости от возраста, но, конечно, именно уже, можно сказать, осознанно готовятся. Больше женщины, конечно, уже ближе к 30 лет. Сейчас, если девушки беременны 20 лет, как правило, они рожают как бы уже без подготовки, чаще всего показывают опыт. Хорошо, то есть получается, что в более юном возрасте тебе не до подготовки, да? Но у них есть плюс. Физически в 20 лет женщина крепче, у нее больше энергии, она более вынослива, и можно сказать, что роды у них проходят несколько проще. То есть такая тенденция есть, легче, проще. И, например, даже какие-то страхи, они тоже поменьше. То есть в чем-то рожать легче в 20 лет. Чем бы женщине, которая будет в 40, да? Да. Но, например, если женщина родила в 40 лет, если говорить уход малышу, ей ухаживать за малышом легче. То есть в 20 лет сложнее принять, что тебе нужно 2 года уделить именно малышу, прислушиваться к нему. Вот это, наверное, в 20 лет сложнее прийти. Ну, опять же, я сказала, что это все зависит, конечно, индивидуально. Маша, давайте сейчас, так у нас программа называется, практические рекомендации, практическая психология. Очень хотелось бы, вот, слышь, какие практические рекомендации вы даете семейной паре, которая еще только готовится к рождению ребенка, да? Или даже, может быть, сказать, например, бывают уже такие истории, когда люди осознанно готовятся вообще к зачатию. Что это? Над чем стоит работать? Что необходимо держать в фокусе? Ну, это, конечно, банально, но я бы сказала, что, конечно, первое – это здоровый образ жизни. То есть здоровый образ жизни – это питание, физическая активность. Очень часто я вот замечаю, что пара, женщина готовится, то есть она, например, занимается и спортом, корректирует питание, то есть знает основные вещи. А мужчина, например, имеет лишний вес. Ну, к примеру, там не 5, а там 10-15 килограмм. И очень часто вот эти лишние килограммы, они тоже мешают, бывают при зачатии. Вот. И, конечно, хорошо, когда и мужчина, и женщина готовятся вместе. То есть первое – это физическая активность, второе – это питание, и третье – это психология. И что там с психологией? С психологией. То есть чем пара, вот в это время, пока малыш не пришел, можно поработать над отношениями, чтобы в отношениях было больше любви, доверия. Так, потому что это все в будущем, конечно же, вполне уже. Пока малыша нет, это время очень хорошо тратить на развитие, на путешествия. Ну, тем не менее, вот они такие все развитые, на путешествовавшиеся, может даже в некоторой степени состоявшиеся, да, потому что мы сейчас, если я говорю, например, это не про 20-летний возраст, а про возраст, когда там 30 плюс, да, люди принимают решение рожать детей, то, пара приходит и говорит, что у нас есть так-то определенные страхи, да, вот он придет, этот малыш к нам в жизнь, мы его зачали, выносили, родили, и у нас есть определенные такие мифы, да, но ведь все живем в ожиданиях каких-то, например, да, кажется, что если ты заведешь сейчас малыша, родишь ребенка, что-то будет исключительно такая очень яркая, красивая, эмоциональная, да, картина. Как вы сразу же разочаровываете людей или же вы их готовите постепенно к тому, что от картинки может быть много сильно различаться реальной жизнью? Очень часто возникает страх от нехватки информации. То есть, например, почему часто у женщины возникает страх родов? Почему? То есть нехватка знаний. И когда просто женщине рассказываешь анатомию, то есть чем, что, зачем идет, какие периоды, на что она может ориентироваться, как, например, она может повлиять своим дыханием, своим мыслями на момент схватки, это очень успокаивает ее. То есть у нее складывается картинка, она понимает этот процесс, что с ней будет происходить. И она понимает конкретно в родах, что требуется от нее, чтобы роды прошли максимально естественно и мягко. И точно так же можно обобщить период, когда у них появляется малыш. То есть она понимает, чтобы малыша кормить грудью. То есть грудью это, во-первых, очень просто, выгодно для здоровья мамы и малыша. И, например, у нее есть базовые вещи, как, например, научиться кормить грудью. Она, например, понимает, что нужно, чтобы малыш спал. И как малыша ритм семьи скорректировать. И когда у нее появляется вот эта информация, и у нее страх уходит. Маша, вот смотрите, семейная пара, которая готовится осознанно к родительству, у них, наверное, всегда бывает очень много вопросов, да, и они эти вопросы щедро вам задают, вы даете им ответы. Но, тем не менее, одно дело, как говорится, вот, например, мы столько знаем с вами историю, когда люди говорят, да мы прочитали столько книг, а вот когда этот ребенок родился, такое ощущение было, что как будто мы чистый лист бумаги и ничего до этого не знали, да. То есть вот даже мы с вами сегодня слышали несколько историй, да, о том, что женщина, вроде бы она столько всего прочитала, узнала, да, но она элементарно не смогла вовремя справиться, что ребеночка, когда нужно было покормить, например, да, подержать столбиком, чтобы вышла отрыжка, да, у ребенка. Дальше, как правильно кормить грудью, как правильно сцеживаться, да, вот все эти моменты, если без подготовки, ведь это, наверное, на самом деле тогда не жизнь, а сплошной стресс будет после рождения ребенка. Роды, ну, я, наверное, вернусь к родам, роды это стопроцентный инстинкт. То есть здесь как раз вот сейчас такое время, когда женщины очень умные, у них несколько образования, они учатся, развиваются, и как раз к моменту родов очень важно родить на инстинкте, то есть немножко голову отключить, и именно позволить, чтобы это происходило на физическом уровне. То есть просто довериться природе, довериться тем специалистам, которые будут рядом, да? Да, и когда женщина учится доверять своему телу, себе, и в моменте родов она, например, понимает, что тело требует, например, как расслабиться, вот даже, например, взять банальную технику дыхания, то есть очень часто в книжках советуют, вот, например, техника дыхания собачек. Это, например, не подходит не всем женщинам, и поэтому 9 месяцев это как раз тот период, когда женщина наблюдает, изучает. И нужно взять любую технику дыхания, её тренировать 9 месяцев, и когда ты чувствуешь, что это дыхание тебе помогает расслабиться, то есть главная задача расслабиться, всё, отлично. Ты понимаешь, что эта техника тебе поможет и в момент родов. И потом, например, когда малыш маленький, ты хоба-хоба отлавливаешь, какая-то тревога пошла. Ты понимаешь, что у тебя есть своя техника дыхания, и ты её вспоминаешь, и тебя эта техника дыхания выводит. То есть получается, что 9 месяцев – это просто так природой дано. Конечно. Это как раз тот самый период, который может стать для тебя познанием себя в самой окружающего мира и обретением вот этого опыта, говорят, что такое женская интуиция. Это способность женщины жить тысячелетиями, не думая, вдруг у нас появляется эта женская интуиция, и мы её используем потом как орудие, которое позволяет нам. Я бы, наверное, эту тему продолжила, когда рождается малыш, и женщине включается инстинкт. То есть вот у неё появляется первый малыш, и она инстинктивно чувствует и понимает, что нужно с ним делать. То есть, например, нужно его обливать холодной водой или не нужно, она, например, понимает, чувствует, когда ему его нужно кормить. Вот даже, например, какие-то темы «совместный сон». И интуитивно она чувствует, подходит конкретно ей и вот этому конкретному ребёнку. Очень часто… У нас нету таких стандартных, да? Да, очень часто даже бывает, что в одной семье рождаются дети, и подход к детям абсолютно разный. Вот я даже могу сказать по себе, что когда у меня родился сын, я чувствую, что всё отлично, можно закаляться. И мы с детства, я обливала себя холодной водой, его, и вижу суперрезультат. Буквально через 4 года, то есть в этой же семье, у меня родился совершенно другой ребёнок. Я понимаю так, момент закаливания вот этому ребёнку не подходит. Или нужен вариант более щадящий, например, не ледяной водой, а там просто ножки. И, в принципе, я как раз учу женщин тому, чтобы эту интуицию пробуждать и чувствовать, что конкретному ребёнку нужно. Я бы, наверное, такой пример сказала, когда пара усыновляет ребёнка. То есть если, например, пара, они принимают решение взять новорожденного ребёнка, то мужчине бывает всегда проще. Почему? Потому что он не рожал, он не кормил его грудью, и он, по сути, его сразу же принимает как своего. Ему как раз легче его купать, с ним разговаривать. И почему, например, женщине это намного сложнее? Потому что в этой ситуации вот этот инстинкт у неё не включается. То есть она этого малыша не носила, не рожала. И ей нужно более длительный период времени, чтобы его почувствовать, сонастроиться. А если пара и женщина рожают сама, это, конечно, заложено природой как инстинкт. И в момент беременности читать книги нужно обязательно. То есть представлять анатомию, базовые вещи, как кормить грудью, например, знать ритм. Как ухаживать за ребёнком. Да, это, конечно, нужно. Но сейчас такое время, что если спросить какой-то вопрос педиатров, банальный. Например, даже момент, например, когда нужно малыша прикармливать, когда вводить первый прикорм, то разные педиатры дадут точку зрения, причём, может быть, она полярна на 180 градусов. А ещё можешь услышать ответ. Ну, почитайте её в интернете. Вы же это образованный человек. Всё можете узнать там, да? В углу вам в помощи. Хорошо. Итак, вы считаете, что женщине, в принципе, много что дано природой, да? И если даже вдруг она чего-то не знает, то она должна прислушиваться просто к своей интуиции, к своим инстинктам и следовать ими. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, а как вы занимаетесь сопровождением женщин, ну, вообще семейных пар, которые готовятся к ЭКО? Занимающим. Вот здесь какие чаще всего бывают вопросы? То есть с какими страхами чаще всего приходится работать? С какими страхами приходится работать? Вообще тема страхов, да, она для родителей, для будущих родителей большой объём занимает? Да. Что это за страхи чаще всего? Страхи у каких женщин, какие у мужчин? Ну, если вот, например, сказать, если пара уже после 30, и если они принимают решение, что им очень хочется ребёнка, у них это желание может просто доминировать над всем остальным миром. То есть как желание излишнего потенциала. То есть, например, они ждут этого ребёнка месяц, год, два, и, например, на этом идёт очень сильная фокусировка. Очень часто беременность не наступает, когда вот ребёнка хотят очень сильно. И стоит только женщине расслабиться, отпустить, что помимо сектора детей в жизни пары есть много других сфер, акцентов и сфер. Как наступает эта самая долгожданная беременность, да? Точно так же, например, часто бывает, когда, например, семья усыновляет ребёнка, они принимают решение, у него было таких много пар, и они расслабляются, и через какое-то время они благополучно беременеют. И тогда у них двойное счастье, да? Установлённый малыш, да, и малыш, которого они сами смогли родить. Хорошо. Какие же всё-таки ещё у нас есть тревоги? Страхи у родителей, которые готовы стать, как им кажется, родителями. Ну, то есть страхи во время родов или с малышом? Ну, а во время беременности? Во время беременности, да. Например, я знаю часто мужчины, если они вообще готовы разговаривать на эту тему, они говорят, что, а вдруг я не смогу стать тем супер-отцом, которого, например, ожидает получить в итоге моя жена, да? То есть ожидание, да, и действительность какая, да? Это же тоже такой очень большой пласт работы для психолога. Да. Дальше, какие страхи? Ну, по крайней мере, то, что я вот, да, сталкиваюсь в своей клиентской работе, когда женщина боится умереть в родах, да? Да, причем вообще тут начинаешь работать вообще с базовыми такими, да, страхами, как страх смерти, и рассказываешь, что это изначально у нас даже с детства, да, это все заложено, и почему-то актуализируется у некоторых именно перед самыми родами, да? Вот интересный такой момент, что роды — это такая маленькая жизнь, и вот все страхи, которые есть у человека в жизни, они активизируются в родах. Что на самом деле роды — это такой непредсказуемый процесс, как и сама жизнь. То есть много, да, например, даже пол, характер ребёнка, который придёт, это нельзя предугадать. Как пройдёт процесс родов? И здесь именно очень важно, как раз человек и женщина учатся доверять себе, доверять мужу, доверять Богу, именно вот доверять врачу, то есть доверять процессу, который через неё пройдёт. И, конечно, вот мы говорили про инстинкт, и следующий момент, когда женщина может довериться этому процессу, довериться и физически. И тогда происходит всё естественно. Если женщина сильно контролирует умом, конечно, сложности возникают. Ну да, элементарные вещи. Например... Чтобы не было страхов. Да, чтобы не было. Чтобы не было страхов. То есть, чтобы не было страхов — это, конечно, первое питание, то есть когда женщина правильно питается. Ну, например, базовые вещи. Когда она пьёт чистую воду, когда она ест небольшие порции дробного питания, добавляет максимальные продукты естественные. Она понимает, что она физически чувствует себя лучше, у неё появляется больше сил, больше энергии, и у неё появляется больше уверенности, что она в родах справится. Например, следующий момент — это физическая активность. Мне вот очень нравится фраза, что в беременности самое главное — не есть до двоих, а двигаться за двоих. То есть любая физическая активность. Это просто прогулка на свежем воздухе. То есть чем женщина больше гуляет, приток кислорода, малыш развивается более крепкий. То есть у неё она чувствует себя лучше, она чувствует здоровье, и у неё опять же появляется уверенность, что она в родах справится. Почему, например, в беременности хорошо любые моменты, например, на растяжку, на йогу? То есть когда женщина понимает, что она с дыханием, с физической активностью может расслабиться в родах, у неё тоже появляется уверенность. Ещё если, например, взять психологию, очень часто, ну вообще беременность, очень у женщины меняется гормональный фон, и, конечно, в этом момент появляются и большие страхов, и тревоги, и очень нужно дозировать входящую информацию. То есть чечение книг, на минимум какие-то передачи. То есть чувствуешь, например, фильмы или новости, тебя, например, будоражат. Всё. Значит, это не время. Точно так же книга, даже книга по родам. Бывают очень разные авторы. Ты читаешь книгу, хоба-хоба, у тебя возникает тревога. Так, всё, книга не твоя. Точно так же любят рассказывать беременным про различные страхи, неудачный опыт. И в этот момент, конечно, очень важно дозировать информацию людей и, конечно, контролировать свои мысли. То есть, например, страхи возникают же не только у беременных женщин, и у обычных женщин, и у обычного человека в обычной жизни. И тогда нужно выбрать любую методику, которая тебя успокаивает. То есть уметь всё-таки расслабляться, уметь иногда отключать эту самую голову, звук, который всё время тебя к тому или иному призывает. Хорошо. Вот смотрите, Маша, правильно ли я понимаю, что когда женщина осознаёт, что мне кажется, что будет для меня вот это, вот это, вот этот процесс трудный, она обращается к психологу, проговаривает, находит выход из этой ситуации. Следовательно, ей уже легче будет решиться, да, там уже более осознанно войти в эти же самые роды, уже более осознанно помочь отыграть себе роль матери, когда только-только родился ребёнок. Или же бывают такие моменты, что всё ты уже проговорил, что всё ты уже изучил, и вот роды произошли, и вот ты наедине с малышом, и ты опять как чистый лист бумаги не знаешь, что делать, как делать, каким образом вообще дальше жить. И такие ситуации в истории мы с вами слышали не раз в жизни. Ну, на самом деле, вот сейчас, если открыть любую книжку и почитать потребности грудного ребёнка, там написано очень много. На самом деле, если сказать кратко, у грудного ребёнка есть всего три базовые потребности, которые может реализовать любая женщина, любая мама. То есть первая базовая потребность, которая нужна ребёнку, это счастливая, здоровая мама. И поэтому, когда малыш маленький, он очень находится сильно в поле мамы. Он считывает её эмоциональную форму. И когда женщина это понимает, что ей нужно успокоиться не только для себя, а то есть она понимает, что если она спокойна, она по-другому кормит ребёнка грудью, малыш по-другому спит, по-другому ритм жизни, и она понимает, что, например, её спокойствие, например, её питание, её сон – это очень важно для здоровья ребёнка. Почему, например, чаще вторые и третьи дети бывают спокойнее, нежели первенцев? Не потому, что он второй или третий, а просто мама спокойнее. Она уже спокойнее ко многим вещам, и малыш автоматически спокойнее. То есть первое – это, конечно, спокойствие мамы. Так, это первая потребность. Вторая? Вторая, основная базовая потребность – это грудное молоко. Поэтому, конечно, я беременных, очень детально мы разговариваем, как готовить грудь к кормлению, что нужно, как правильно прикладывать малыша. Вот эти моменты нужно очень важно знать, потому что грудное молоко – это базовое, что нужно малышу. То есть это его питание важное. То есть, например, это его физиология, это его физическое развитие. То есть это как раз важно и важно маме с малышом наладить. Хорошо, очень хотелось бы узнать, вот ваше мнение по поводу того, что как долго нужно кормить ребенка грудью, как вам кажется? Это индивидуально, очень индивидуально. Опять же, я советую мамам слушать себя, слушать своего малыша и чувствовать. Но, конечно, минимум это полтора года. Минимум, да? Минимум полтора года. Ну, вот я совсем недавно слышала такую среди педиатров такую информацию, что когда изучалась женщина, например, кормящая до года, да, это норма, да. А вот все, что после года, это ты уже кормишь самим собой, своими, как говорится, ресурсами, своими зубами, своими костями, да. То есть тут момент тоже, все-таки женщине нужно экологичнее относиться к себе самой. Особенно если ты, например, не первый, второй или третий ребенок, да. Это, конечно, нужно очень чувствовать индивидуально. У меня были такие пары, что да, малышу исполняется год, и женщина уже чувствует, что ей это нужно, это как бы в тягость. И тогда она ищет моменты, как корректно отучить от груди. Потому что все-таки кормление грудью, это не такая обязаловка, да, с точки зрения там женщин, знаете, иногда женщина говорит, вот я там кормлю грудью, а сейчас я там перестану его кормить, потому что мне тяжело, там еще какие-то там вопросы, да, что я в том буду чувствовать себя виноват, ведь сейчас общество отовсюду давит, что ты должна как можно дольше кормить грудным молоком ребенку. Ну, это опять вот к тому, что нужно чувствовать себя, что есть дети, у которых очень сильный симбиоз с мамой, и, конечно, им они и полтора, и два года, и они прямо чувствуются. Бывают дети, ну, конечно, это у девочек чаще бывает, что они быстрее вот напитываются мамой, и они уже в год, бывают такие девочки, что они уже готовы отходить. От грудного скормления, да? От грудного скормления. Хорошо. То есть, опять-таки, везде, да, есть какие-то определенные правила, есть какие-то аксиомы, да, но везде, прежде всего, служите сами себя, да, и свое собственное самочувствие, смотрите, по здоровью, да, вот это тоже как бы немаловажно, потому что, помните, первый пункт, да, ребенку нужна счастливая мама, а не мама, которая через силу кормит ребенка до трехлетнего возраста, да? Ну, если говорить, что базовая, третья потребность у малыша, это физический контакт, то есть малыша как можно больше обнимать, гладить, качать ему колыбельные, делать массаж, никакой массажист не сделает массаж лучше, чем мама, поэтому я очень советую каждой маме научиться делать массаж, то есть позвать массажиста, посмотреть базовые какие-то вещи, и, конечно, если диагноз не очень серьезный, где нужен профессиональный подход, когда мама делает малышу массаж, и здесь можно подключать, конечно, психологию, то есть она его гладит, и вот именно ему наговаривает, что он сильный, красивый, и вот малыш, именно маленький малыш, когда его мама обнимает, у них есть тактильный контакт, это базовая потребность, и если вот обобщить все книги и всю информацию про детей, то есть первое это нужна счастливая, здоровая мама и счастливая, здоровая пара, второе это грудное вскармливание, и третье это тактильный контакт. И тогда мы можем уже, уже есть шансы выразить очень такую гармоничную, хорошую личность, да? Конечно. Маша, скажите, вот мы с вами уже говорим о ребенке, который, о семейной паре уже с ребенком, да, но вот я хотела бы у вас спросить, как вы вообще относитесь к семейным родам, да, чтобы папа присутствовал при этом мероприятии, как часто вообще женщины на такое решаются, и с точки зрения психологии помогает ли это семейной паре стать еще крепче и успешнее? Это опять же ответ, что все индивидуально. Я, конечно, все исхожу из пар. И, конечно, когда идет семейная пара на семейные роды, должен быть готов к этому мужчина. Анатомически в родах, то есть как идет малыш, как отходит плацента, там как идет медицинский процесс, конкретно анатомически мужчину напугать ничего не может. его пугает что-то непонятное, неизведанное. Когда мужчина идет на роды, он на это смотрит, и у него всплывает матрица, как он проходил процесс рождения. Почему, например, вот у меня бывает в пары, когда мужчина, он прямо стремится на роды, у него, знаете, такой ученый, он, когда изучает анатомию, ему интересно, хотя он далек от медицины, и у него прямо такая активная позиция. Он не то, что не боится, а он готов поддержать. То есть, вот это как раз, когда я разговариваю с таким мужчиной, как правило, мама его хорошо родила, но он это не помнит. Вот, и у них такой естественный интерес. Другой пример, когда мужчины сразу говорят, нет, я на роды не пойду, то есть анатомически ничего там страшного нет, но именно болезненность, что его рожали тяжело, какие-то родовые травмы, они на самом деле всплывают, и он не понимает, но ему становится очень дискомфортно, это мягко скажет. Да, и некоторым становится действительно плохо, они даже не понимают, почему, потому что говорят, ну да, мы раньше видели многое, что в этой жизни, да, но вот почему-то при таком стечении обстоятельств я потеряла там сознание. Потому что мужчине тяжело тем, что он не может это контролировать. То есть он приходит в ситуацию, где он не контролирует, то есть он видит, что его любимой женщине больно, а он как может ей помочь. И, конечно, это всё от пары зависит. Конечно, если говорить женщине, ей очень хорошо, когда мужчина её провожает в роддом, он оказывает ей поддержку. Но поддержка мужчины нужна даже не в сам конкретный момент выхода ребёнка, да. А поддержка мужчины очень важна, вот эти 9 месяцев, когда она чувствует, что о ней заботятся, когда, например, он её провожает и встречает. Вот эти вот моменты важны. Ну и, конечно же, первые полгода, да, для женщины, потому что ей нужно самой сначала отойти от родов, да, психологически и физически, да, а потом включиться активно в ухаживание за малышом. Хорошо, что вы рекомендуете семейным парам? Там позиции, взгляды тоже бывают у всех разные. Кто-то не подпускает через первые дни папу к малышу, потому что считает, что иди зарабатывай деньги, и содержи нас, там всячески к нам помогай, там, да. Кто-то, наоборот, прямо требует, чтобы ребёнка с первых дней купали, папа купал, чтобы он там всячески участвовал активно в жизни. Как вы готовите свои семейные пары? Конечно, очень важно, чтобы папа в первый год включился. Вот такая фраза, ну, она тоже как миф в анекдотах, что мужчина говорит, ну, что я с маленьким буду делать, вот вырастет, пойдём в футбол играть. На самом деле это так не произойдёт. То есть, если в первый год жизни ребёнок папу не видел, он искренне сомневается, что это его папа. И у меня были такие случаи, что когда малыш начинает говорить ближе, там, в два-три года, он папу искренне спрашивает, ты точно мой папа? Это на самом деле так. Ну, это как бы надо в юмор, конечно, воспринимать, но ребёнок его не помнит. И поэтому физически очень важно, чтобы папа включался. Пускай это будет полчаса, час в день. Пускай он с ним погуляет, подержит на ручках, покупает. Конечно, я советую очень купать. Потому что папа, он физически крепкий, спина сильнее. И, например, купать он не так устает, и ему очень это нравится. То есть, малыш растёт, и у них уже начинаются там такие соревновательные моменты. Смотрите, главное, чтобы это было не периодически включение, а чтобы это было системой. То есть, удачи дня в день, да? Есть какие-то обязательства, которые семейные, пара делит, да, там, между собой, да? И тогда получается, что ребёнок пришёл реально в семейную пару, да? Каждый из них имеет какую-то зону ответственности. И уже невозможно сказать, там, ой, ты знаешь, ты как-нибудь со своим там, это, да, малышом, сама и погуляй, сама и покорни, сама перепеленай, и сделай ещё что-нибудь, а я тут сейчас наработался, да, и пойду ещё немножко отдохну. Потому что такие варианты мы тоже с вами на консультации встречаем, да, когда мужчина, например, честно говорит, что я не готов, я не готов вообще сейчас быть вот этой курицыно-сеткой, там, да, я вообще альфа-самец, понимаете ли вы это или нет. Так что тут, ну да, родили, родили, пусть моя жена этим воспитывается. Ну, я, наверное, к этому теме расскажу такой секрет, секретный секрет. Что нужно сделать, чтобы запустить в мужчине отцовство? Отлично, мы это ждём. Потому что это не инстинкт, как, например, даже у женщин он включается. Почему, например, если у женщины происходит кесарево сечение, у неё инстинкт стопорится? И, конечно, вот, например, этим женщинам нужно дольше период, чтобы включиться в материнство. Вот, и мужчина, он очень переживает глубоко, он об этом не скажет, что будут ли его любить точно так же с появлением ребёнка. И так как у женщины очень сильный гормональный фон, и она забывает не только о муже, но и о себе, и вот этот малыш занимает всё её пространство. И, конечно, очень важно после рождения малыша показать мужчине, что вы любите его точно так же, ну и немножко больше. То есть каждому мужчине это нужно как-то по-разному сказать. То есть кому достаточно словами, кому-то, например, важно ему время уделить. И когда вот в первый месяц мужчина понимает, что всё нормально, его любят, что с появлением ребёнка всё хорошо. Что ребёнок не стал заменой его. Нельзя заменой. Особенно это важно, когда рождается сын. Потому что когда рождается девочка, она всё равно больше тянется к папе, и это он сразу чувствует, и здесь не так. Но когда рождается сын, у них с мамой очень сильный симбиоз. Мальчик начинает расти, он даже может папу отталкивать, там, не целуйтесь при мне. Ну, такие случаи есть. И, конечно, вот вначале важно мужчине показать, что всё равно они пара. То есть ребёнок пришёл в их семью временно. Ну, на 10, на 15 лет. Потом он уже идёт в свою жизнь. Вот. И когда он в этом убеждается, тогда он включается в отцовство. Да, действительно, инстинкт отцовства не существует. Да, это навязано нами, обществом, да, и женщинами. Такая категория, действительно. Но вот смотрите, тем не менее папами становятся, да. Некоторые мужчины, я вот, например, вижу прямо на своих клиентских случаях, когда они прямо чуть ли не с годовалым ребёнком приходят на консультацию и говорят, я хочу быть, вот у меня не было настоящего того отца, да, я хочу быть таким папой-папой, да. Что мне нужно сделать, чтобы не пропустить вот эти ситуации, вот эти моменты, чтобы у нас были отличные отношения с ребёнком, чтобы мы потом могли с ним там и на рыбалку, и на охоту, и ещё куда-нибудь обсудить любой вопрос. Я, конечно, восхищаюсь такими мужчинами. И всегда говорю, будьте просто рядом, любите. Да. Поэтому, наверное, мы сейчас с вами на этой ноте и закончим. Ещё несколько, вот у нас буквально там две минуты, да, есть. Рекомендации паре, которая готова стать родителями, да, завершили нашу программу практической психологии. Какие? И хочу вас сказать, да. Быть счастливой, любить друг друга. И передавать знания малышу. На самом деле, вот, от счастливой пары, от отношений между мужчиной и женщиной зависит очень много. И дети, как правило, в таких семьях растут как цветы. Почему, например, когда малыш заболевает маленький, нужно не на него фокусироваться, внимание, а, во-первых, маме успокоиться, гармонизировать отношения в паре, и тогда малыш, он просто фоном выздоравливает. Ну вот и отлично. Сегодня мы говорили о психологической подготовке семьи к рождению ребёнка. У меня в гостях была Мария Ручкина, перинатальный психолог. Маше большое спасибо за эту интересную программу. Это была программа практической психологии. Всем любви, здоровья и счастья.